Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В День памяти святых апостолов Петра и Павла хочу вспомнить о назначении народа, который был создан Господом Богом изначально, фактически из одного человека, Авраама. Каков был смысл создать целый народ из этого глубоко верующего человека, который веровал настолько Богу, что даже сына своего Исаака не пожалел, чтобы принести в жертву Богу, веруя, что Бог может всё, может и воскресить его сына. Этот народ был предназначен Богом для проповеди истинного Бога, которого забыли давно уже тысячи лет другие народы, чтобы их просвещать светом истинной веры. То есть, этому народу функция была дана проповедовать Слово Божие в других народах. Он это делал, но очень мало, потому что евреи, хотя были испокон веку рассеяны по всему миру, во всех странах жили и проповедовали свою веру. Некоторых обращали, но это было единичное обращение. И вот мы видим, что христиане первые, а все они были по крови евреями, понесли в мир проповедь, то есть, сделали то, что хотел Господь Бог изначально. Но, к сожалению, таковых было очень мало. Это было меньшинство народа. Большинство же отверглось от Христа. Но вот эти люди, их было не так много. И возглавляли их вот эти двое апостолы Пётр и Павел. Они сделали столько, сколько, может быть, не сделал за всю историю никакой другой народ. Вот эти двое сделали так, что практически весь тогда средиземноморский мир, весь цивилизованный мир тогда был сосредоточен вокруг Средиземного моря, потому и называлось оно среди земли, среди земным. Потому что землей считалось вот то, что вокруг Средиземного моря. И вот они обратили практически все страны, начиная от Португалии, с Атлантики и кончая всей Северной Африкой, включая Европу и Азию, они обратили ко Христу. А другая часть иудеев противилась им. Кто гнал постоянно апостолов, мы видим, свои же братья по крови, иудеи. Причем гнали с неистовством, гнали так, что множество христиан, своих же единокровных, бывших иудеев, убивали жесточайшим образом. Вспомним апостола Стефана. Его забили камнями. Не какие-то там варвары, а забили свои же братья-евреи. И апостол пишет о том же самом, что постоянно народ, даже в Риме, возбуждали кто? Свои же по крови братья, евреи, возбуждали против него. Одни уверовали, другие стали против. И вы знаете, что вот это разделение на два лагеря. Одни евреи стали православными, христианами, и принесли в мир свет Христов, то, что и ожидал от них Господь Бог. А другие стали жесточайшими гонителями христианства. Одни проповедовали, другие боролись и убивали. И апостол Павел сказал о том, что не весь род еврейский погибнет, но 144 тысячи спасутся. Это остаток Израиля, то есть те, которые уверовали во Христа. Это истинные будут последователи Господа нашего, Иисуса Христа, которого проповедовали апостолы. Вот они проповедовали по всем странам. Что они делали? Они создавали, можно сказать, такие ячейки христианские. Теперь мы их называем церкви. Каждая провинция имела свою церковь. И в эти церкви ставили апостолы епископов, которые управляли этими церквами. И если вы думаете, что это был золотой век церкви, вы глубоко ошибаетесь. Потому что постоянно в церкви были всевозможные беды. И вот апостол Павел пишет, что терпел разные беды. И от разбойников, и от всевозможных чужеземцев, и от своих по крови братьев евреев, и также от лжебратии. А кто такие лжебратии? А это те, которые приняли крещение, стали христианами, но при этом извратили учение таким образом, что какое-то свое придумали понимание христианства и гнали апостола Павла, свои же христиане. Он даже пишет об одном епископе, который запретил своим прихожанам принимать апостола и его посланников. Вы представляете, это 60-е годы. Это первый век, и уже тогда в церкви нехорошо было. Не думайте, что там было все отлично, и вот эти чудеса всех сделали такими истинно верующими. Ничего подобного. Постоянно церковь раздирали вот эти бесовские склоки. Интересно, что происходит практически то же самое, что было и у иудеев еще до Христа. Они разделились на фарисеев, которые жестко придерживались закона, можно сказать, это были радикалы иудейские, и на саддукеев разделились, а эти, можно сказать, современным языком, это обновленцы, которые не верили в воскрешение, не верили в существование души после тела и много других у них было изменений. Они очень любили сотрудничать с властью римской и всячески старались получить какие-то преференции от римского прокуратора. А посмотрите, параллель прямая у нас тоже так же всю жизнь происходит. Есть радикалы, это люди, которые прельщены бесом справа, вот так некоторые святые отцы говорят, можно быть прельщенным справа, а может быть слева. Справа это что? Это глубоко верующие люди, но которые фарисейски исповедуют вот именно такое христианство в радикальном варианте, очень жестко, формально, понимая очень многие вещи. А есть наоборот те, кого мы назовем обновленцами, которые постоянно пытаются церковь обновлять, что-то изменять, что-то убирать из церкви. Один, например, был такой богослов в кавычках, я еще помню в 80-е годы, мне давали его сочинения, он писал, что зачем мы постоянно в церкви читаем «Отче наш». Ну, один раз прочли и хватит, а тут на часах несколько раз, третий, шестой часы, потом на утренний читаем, на вечерний читаем, все время читаем «Отче наш». «Зачем это?» Один раз достаточно. Вы понимаете, удивительное дело. Вот человек упрощает, там у него много других упрощений. Вот постоянно попытки вот такие изменить догматы, изменить богослужения, изменить традиции, вот и такие обновленцы. Кто же такие радикалы древние и современные, и кто такие обновленцы? Это люди одержимые и те, и другие. Только те справа, как когда-то был апостол Павел, он тоже был радикалом и готов был за свою веру убивать тех, кто не придерживается этих взглядов радикальных. А были другие, они тоже одержимы, но это люди, которые глубоко грешные и пытаются изменить христианство, таким образом, чтобы оно стало удобным и не испытывали мучения совести, потому что христианство в своем исконном виде, оно очень сильно тревожит совесть, потому что запрещают блудить, воровать, прелюбодействовать, лжесвидетельствовать и многое-много другое. Отрекаться от себя, отвергнуть себя, вот это невозможно, я очень себя люблю, я для себя живу. Ну, как такое христианство принимать? Надо его менять, чтобы оно было удобным. Вот это одержимость и с той, с другой стороны. И у нас есть такие примеры до сегодняшнего дня. Вспомним хотя бы последователей схей и романаха Рафаила. Он когда-то написал такую брошюру, набат называлась, и эта брошюра такую смуту в церкви воздвигла. Люди рвали и сжигали свои паспорта, разделяли семьи, муж с женой расходились, потому что один поменял паспорт советский, а другой не поменял. Священники ссорились между собой, целые приходы распадались. Были случаи самоубийства, мне рассказывали об одном священнике, к которому пришла женщина, первый вопрос на исповеди был, а ты приняла новый паспорт? Она сказала, да, поменяла паспорт. А священник ответил, ну раз ты приняла паспорт, значит ты уже приняла печать Антихриста, тебе уже не спастись, поэтому бесполезно тебе исповедоваться, ты уже погибла окончательно, и эта женщина в ужасе ушла домой и пришла в такое состояние отчаяния, что бесы ее понудили покончить с собой, она выбежала из окна и разбилась насмерть. Сколько семей распалось, сколько бед в церкви было, из самых лучших побуждений, как бы отстаивая вот такую позицию жесткую, и таких людей мы называем людьми в прелести. это прещенные бесом люди, прещенные справа, как бы своей праведностью, правильностью, и для них мнение общее церковное, оно ничего не значит, они самые правильные, они вот радикалы такие, а другие изменяют богослужения, переводят все на русский язык, убирают какие-то прошения, изменяют догматику, вот это слева действует, таких тоже немало, и эта борьба происходит всегда. Вы не думайте, что когда-то в церкви было иначе, всегда было плохо, всегда был ужас, всегда была борьба, потому что сатана и его легионы, и люди, которые им подчинились, тех, о которых я сказал, и справа, и слева, все они борются со Христом, может быть, даже сами того не понимая, отрывают людей от истины, эта борьба была с самого первого дня возникновения Христовой Церкви. И вот представьте себе, она жива до сегодняшнего дня. Потрясающее явление, это чудо, чудо, которому вообще объяснений нет с точки зрения мира, невозможно объяснить, а с духовной точки зрения можно. Надо вспомнить, кто глава Церкви. Вот некоторые говорят, этот патриарх такой-сякой, этот другой тоже нехороший, все они плохи, а этот митрополит нехороший. А кто у нас глава Церкви? Давайте вспомним. И не патриарх, и не папа, и не какой-нибудь митрополит или кардинал. У нас один глава Церкви, Христос. Это истинный Бог наш. Иисус Христос. так вот Он, будучи главой Церкви, Он каким-то непостижимым образом, несмотря на все эти разделения, на все эти ереси, Церковь свою сохраняет. Поэтому и сказал Он удивительные слова, создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И это мы видим постоянно в течение всех этих двух тысяч лет все силы ада ополчились на Церковь. А она стоит несмотря на что. Ее разваливают, в ней внутри бывают склохи, внедряются люди, которые должны ее разрушать. Это агенты ада, агенты сатаны и не могут разрушить. Вот вспомните даже в советское время, казалось бы, у нас был такой жесткий атеизм, когда ради этой религии атеистической люди готовы были убивать своих собратьев миллионами. Представляете, какая у них вера была глубокая в свою религию атеистическую, что Бога нет. Это же вера, никаких доказательств у них нет. И тем не менее, имея такую страшную власть в стране, когда любого могли уничтожить, замельчайшие слова, вот один помню в лагерях дедушка сидел, по-моему это у Варлама Шаламова было написано, и он спросил, дедушка, а ты-то за что сидишь? Он говорит, вот шел мимо сельсовета, а на нем был флаг за время свое высветший, дождями побитый, градом побитый, весь разорванный, я говорю, ну что же это такое, как не стыдно такую тряпку повесить? Кто-то услышал и донес, что я назвал флаг тряпкой, вот теперь сижу, 10 лет мне дали, 58 статья, пункт 10. Вот, милые мои, как интересно, власть была феноменальная, казалось бы, эта власть, имея все рычаги, могла уничтожить церковь просто мгновенно, не могла, не смогла, не получилось, это же чудо, как это так? При такой власти, которую имели руководители советского государства, и в частности Иосиф Иссерионович, который тогда еще был безбожником, это во время войны у него мировоззрение изменилось, но тогда он был ярым, коммунистом и безбожником, и казалось бы, уж он мог отдать приказ и все уничтожить, всех священников расстреляли, все церкви закрыли, не получилось. Почему? А понять это невозможно. Господь Бог вмешался и сохранил. Поэтому дело апостолов живет и будет жить. А это дело церковь. Они поработали тогда и жизнь свою положили, потому что убили их именно за проповедь Христа, но их дело живо и будет жить до самого скончания этого века, до самого пришествия на суд, на страшный суд Господа нашего Иисуса Христа. И я вас поздравляю с этим праздником, потому что это праздник нашей церкви. Это праздник, который говорит, что церковь жива и будет жить во веки. Аминь. Спасибо.